Керченская паромная переправа работает на всю мощь. Всего за несколько месяцев ее услугами воспользовалось около миллиона двухсот тысяч пассажиров, а это на 26 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Проконтролировать процесс и убедиться в качественном предоставлении услуг решили первые лица республики. Продолжат тему наши журналисты. Курортный сезон уже стартовало. Внимание властимущих по-прежнему направлено на привлечение наибольшего количества туристов. Результаты есть. Это подтверждает статистика работы Керченской паромной переправы. Больше 20 тысяч человек в день. Кроме того, и несколько тысяч легковых автомобилей. Для всех, кто пользуется услугами паромной переправы, мне кажется, в первую очередь важно знать, что они находятся в безопасности. И те меры безопасности, которые здесь сегодня применяются на переправе, они сегодня, мне кажется, вполне достаточными. И считаю, что у клиентов переправы сегодня в этом плане не должно быть никаких опасений. В очередной раз республиканские власти проверили инфраструктуру порта Крым. На месте стало понятно, пассажиры не пустословили. Ценовая планка на товары первой необходимости действительно поднята. Со спекулянтами теперь будут разбираться местные чиновники. Цены на эти продукты питания должны соответствовать тем, которые есть в рознице, скажем, в городских магазинах. И попросили городские власти Керчи очень внимательно следить и регулярно, на регулярной основе осуществлять мониторинг цен на продукты питания, которые здесь продаются на территории Керченской паромной переправы. Остается нерешенным вопрос ввода в эксплуатации готового помещения морвокзала. Это бывшее здание КАС. Его ремонтом занялись еще в 2010 году. Тогда в строительство объекта заложили меньше миллиона долларов. Использование стационарного, капитального, комфортабельного здания, оно всегда приятнее, чем временное сооружение. Поэтому мы и обратились с этой просьбой к Министерству транспорта и к руководству Крыма задействовать в общей схеме. Есть и хорошие новости. На Керченской паромной переправе теперь будут стюарды. Они помогут пассажирам с багажом. Кроме того, в порту установили информационные знаки, перила, пандусы и, что немаловажно, специальное оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями. Отремонтировано и дорожное полотно. Разрабатываем проект нового причала. То, что называется причалом, с соответствующими расчетными нагрузками. Проект причала будет завершен к сентябрю этого года. Строительство будет в следующем году. В таком режиме порт Крым проработает еще пару лет. Затем нагрузку туристического потока возьмет на себя мост через Керченский пролив. Однако паромная переправа без работы не останется. Будет рассчитано на регулярные грузоперевозки.